Всемирные игры Айвас проходили в центре Югспорт с 26 сентября по 2 октября. Этот турнир, который многие сравнивают с пара Олимпиадой, Россия принимала впервые. Спортсмены из 34 стран участвовали в шести видах спорта. Победу в общем медальном зачете одержала сборная России. В их копилке 121 награда высшего достоинства. Второе место заняла сборная Китая, третья – команда Польши. Сразу после финальных соревнований по ТЭК Мандо с триумфаторами игр встретился министр спорта Виталий Мутко. Он поздравил нашу команду с победой и обсудил развитие паралимпийского спорта в регионах. Уровень соревнований, инфраструктуру, которую мы предоставляем, конечно, она находится на высоту команды. Но я очень рад за вас. Ваш пример, ваше выступление, он сильно дает полчок. Вы же здесь представляете все регионы страны. Я вам обещаю, что по окончании мы еще раз с главными тренерами поговорим все проблемы, все регионы, которые вы представляете. Мы сориентируемся на то, чтобы они уделяли этому внимание. Если в других регионах этот вопрос еще нужно решать, то Сочи представил для проведения всемирных игр достойную инфраструктуру. Ведь наследие, доставшееся курорту после паралимпиады, власти города продолжают поддерживать в хорошем состоянии и развивают дальше. Мы рады, что каждый из них увезет впечатление не только спортивных составляющих, это по сути грандиозного праздника паралимпийского спорта. Ну и, конечно же, впечатление от нашего гостеприимства. Город обеспечивал всю составляющую инфраструктурную, это показывал содействие и в транспортной инфраструктуре, естественно, в размещении спортсменов, и во всех сервисах, которые сопутствуют такому мероприятию, как всемирные игры. Календарь у российских паралимпийских спортсменов насыщенный. Они постоянно участвуют в состязаниях разного уровня и всегда добиваются поставленных целей. Результат Айвас показал стремление нашей команды к победе и стопроцентную выкладку. Ведь впереди сборную ждет еще одно крупное мероприятие – паралимпиада. Для подготовки команды к играм работают две тренировочные базы – АКА и Федеральный центр спортивной подготовки «Югспорт». Сейчас завершается реконструкция базы в Кисловодске. Игры в Рио далеко. Часовые пояса – это очень серьезная проблема для спортсменов. Климат – очень серьезная проблема. Дома и стены помогают, так что бразильцы будут очень сильны. Много сложностей будет всяких, много проблем. И, так сказать, почивать на лаврах нам не надо. Тем не менее, гимн России во время всемирных игр Айва звучал постоянно. Вот и на торжественном параде участников лидеры национальной сборной вынесли государственный флаг и подняли его над стадионом. Более 800 человек из 34 стран мира. Каждый из вас сегодня заслужил победу, одержал победу. Медали получили не все, но победил каждый. Ура всем! В завершении церемонии закрытия президент Международной Федерации ампутантов и колясочников Пол Де Пас выручил министру спорта Виталию Мутко награду за проведение игр в Сочи. Затем для всех участников Айвас выступили творческие коллективы.